Что касается вашего настроя, то в этот период вы можете не испытывать особой заинтересованности ни в конкретных деловых целях и задачах, ни в определенных отношениях. Это такое состояние, когда из-за сложившихся препятствий в делах приходит безразличие, апатия, усталость, либо же неверие в собственные силы. Во взаимоотношениях с кем-либо может быть потерян интерес, потому как могут быть подняты вопросы веры и доверия, а также может быть и нежелание что-то менять в жизни. Главное при таком настрое решительно изменить фокус своего внимания на другие более приятные и интересные для вас дела, либо же на интересного вам человека. И не растрачивайте свои силы, внимание, мысли на бесполезные действия и бесплодные размышления. Также рекомендую любого рода энергетические и магические чистки. На моем канале есть практики. Ссылка также находится в описании под этим видео. Что касается получения и распоряжения вашими финансами, то в этот период может присутствовать недовольство своими доходами или же необходимыми тратами. Это затруднительное положение временно, и оно может быть связано с небольшими неприятностями как на работе, так и в отношениях с кем-либо. Либо же причинами может быть результат придирок со стороны окружения или начальства. Поэтому в этот промежуток времени следует проявить выдержку и немного переждать, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. И для исправления ситуации потребуется проявлять чуть больше усилий, связанных вот с получением ваших денег, либо же с необходимыми тратами. В обучении, общении с коллегами, знакомыми, соседями, клиентами, братьями, сестрами, однокурсниками, а также в вопросах переговоров, введения документации, заключения договоров, в недальних поездках и в вопросах, связанных с личным транспортом. В этот период в ежедневных коммуникациях может отсутствовать гармония в отношениях. Это некоторый дисбаланс, когда каждый тянет в свою сторону, и при этом у всех имеются разные цели и потребности. В ситуациях возможны несогласованность, непонимание, размолвки или же просто пассивность, отсутствие инициативы. В делах, связанных с введением документации и оформлением бумаг, есть вероятность столкнуться с некомпетентными специалистами, способными испортить какой-то процесс. Это ситуация, когда возникли препятствия на пути, а движение заторможено, но не по вашей вине, либо же вашему успеху может мешать чья-то зависть. Советую не поднимать планку выше головы, а браться только за выполнимые задачи, потому что есть угроза предательства от тех, кого вы считали друзьями. Люди, с кем вы ежедневно коммуницируете, не такие умные и успешные, как вы себе могли представлять. Поэтому соблюдайте крайнюю осторожность в краткосрочных поездках, ничего хорошего они могут не принести. Для сделок, связанных с личным транспортом, также время неблагоприятно, вопрос может двигаться, но не в том направлении или с неудобными для вас условиями. А это, в свою очередь, может принести и не самые лучшие результаты. Я бы рекомендовала вам относительно вопросов этой сферы жизни прибегнуть также к любым магическим и энергетическим чисткам. На моем канале есть подобные практики. Ссылка будет указана в описании под этим видео. Если говорить про недвижимость, вашу семью и людей, с которыми вы проживаете, то в этот период вы либо будете мало находиться дома, а, возможно, ваш муж, жена или члены семьи будут на расстоянии от вас или же в длительной командировке. Также может существовать какая-то невозможность совместного проживания с вашими домочадцами. В некоторых случаях руна может означать гостевой брак на данный промежуток времени. Это тот случай, когда люди не живут вместе из-за паузы в отношениях или неопределенности в поведении домочадцев, которые могут то давать обещания, то забирать их обратно. У кого-то из вас могут также объявиться бывшие. Относительно недвижимости будьте осторожны и внимательны, потому что есть вероятность, что кто-то из вашего окружения будет ставить палки в колеса, а это может привести к неправильным решениям и непредсказуемым результатам. Если вы планировали на этот период покупать либо арендовать дом или квартиру или же другую собственную недвижимость для собственного пользования, то существуют какие-то препятствия, которые могут сделать этот вопрос невозможным. А вот относительно продажи либо сдачи в аренду недвижимости, напротив, ситуация может сложиться более благоприятным для вас образом. Будьте внимательны в данный период к вашим детям, если они у вас имеются, потому что дети могут от вас что-то скрывать. Проявите дальновидность в вопросах, которые требуют решения. В плане любовных приключений в данный период, вероятно, многим из вас будет не до этого. Если у вас имеется свой бизнес, то здесь серьезно оцените свои способности и возможности. Может быть, вам придется отказаться от каких-то своих планов. Недальновидность, халатность либо некомпетентность во всех вышеперечисленных вопросах может принести неудачи, причем, как правило, по собственной глупости. Тщательно все продумывайте наперед, а главное – наблюдайте. Если говорить о романтических отношениях, то руна указывает на то, что вы с партнером можете пойти каждый своим путем. Поэтому проявляйте мудрость, не цепляйтесь за отношения, которые жили себя или развалились. И вместо начала и нового начинания руна может указывать и на окончание. Это не дар или предложение, а взятое назад предложение или обещание относительно романтического партнера либо ваших детей, либо же личного бизнеса, у кого он имеется. Что касается вашего здоровья, бытовых вопросов, долгов и подчиненных, у кого они имеются, здесь ситуация со здоровьем в данный промежуток времени будет стабильная и, в общем, хорошая. А если у вас имеются хронические заболевания, то в этот период возможно найти грамотного специалиста, врача с большим опытом и стажем, который подберет вам правильный и наиболее эффективный курс лечения. Относительно ежедневных рутинных обязанностей, в том числе и вашей работы, у вас ярко будут выражены такие качества, как трудолюбие и даже перфекционизм. Все запланированные на этот промежуток времени дела вы сможете правильно организовать, выстроите правильные приоритеты по принципу наибольшей выгоды для себя. Во взаимодействии с подчиненными, а также с людьми, если вы кого-то нанимаете для помощи себе по дому, вы будете вызывать у них уважение, пользоваться советами и помощью в интересующих вас вопросах, в особенности, если эти люди будут старше вас по возрасту. В плане партнерских отношений, личных и деловых, а также относительно открытых врагов и конкурентов, в этот период, если говорить про устоявшиеся партнерские отношения, личные и деловые, то у вас в приоритете будет комфорт и стабильность, серьезный подход к обязательствам, желание развивать и укреплять союз, тайно, скрыто управлять ситуацией и формировать события по своему усмотрению. В новых личных альянсах будет легкое развитие отношений и яркие чувства, любовь и секс, нежность и забота, сильное взаимное притяжение и желание проводить время. Что касается новых деловых союзов, то, вероятно, плодотворное сотрудничество, много встреч, общения и разговоров. Также у вас будет умение планировать и воплощать идеи в жизнь совместно с партнером. Это такое взаимодействие, когда есть ощущение приближающейся удачи и, в некотором смысле, исполнения желаний, когда вы готовы достигать успех за счет упорной работы и порядка в делах, касающихся партнерства. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это следовать потоку и действовать по накатану. Возможно также установление партнерства с женщиной, которое будет иметь большое на вас влияние. Что касается ваших открытых врагов, то свои интересы вы будете отстаивать твердо, сумеете соотносить желания с возможностями вашими, также к делам конкуренции подойдете жестко, методично и рационально. В плане получения денег от партнеров, заказчиков, контрактных организаций, получения кредитов и так далее, ситуация на этот период неоднозначная. Если вам близка эзотерика, магия, энергетические практики и так далее, то тут можно говорить, что у вас присутствует защита в плане заключения любых сделок, либо касаемо работы и получения прибыли. Или же может быть черномагическое воздействие на эту сферу вашей жизни, совершенное кем-либо со стороны. Если же мы не берем все вышесказанное во внимание, то вам необходимо занять оборонительную позицию, взять себя в руки и овладеть ситуацией. Но прежде следует поразмышлять над сложившимся положением дел, потому что поспешные решения могут вызывать сожаление, так как скорее всего вы сможете действовать из своей слабости или боязни, обманывая себя и создавая себе новые проблемы. Преграды или же какие-либо угрозы в этой сфере, то есть в сфере чужих денег и больших денег, могут возникать в результате ваших неправильных и непродуманных действий, а также при выборе непосильного пути. Кому-то из вас необходимо пересмотреть отношения с партнерами и принять радикальные меры. Возможно, зависимая или безвыходная ситуация от денег партнеров на этот период времени. На моем канале есть всевозможные чистки и защиты, также эзотерические практики, рунические медитации. Ссылка будет в описании под этим видео. В плане дальних поездок, переговоров с заграничными партнерами, родственниками, знакомыми и людьми, находящимися на дальнем от вас расстоянии или же в вопросах высшего образования и заключения долгосрочных договоров приходит время вынужденности в отношениях с людьми издалека либо вынужденности в обстоятельствах, когда или отсутствует общение с людьми из-за границы либо представителями другой культуры, или же присутствует скука и усталость в таком взаимодействии. Относительно дальних поездок и в вопросах высшего образования может отсутствовать мотивация по причине упущенного важного благоприятного момента и шанса. В любом случае, эта сфера жизни на этот промежуток времени будет не столь активна, а если вам и необходимо решать какие-либо задачи, то могут присутствовать неудачи, разочарования, которые потребуют от вас преодоления трудностей и твердости характера. В таком варианте развития событий следует проанализировать прежде всего свои поступки и постараться избежать влияния вашего окружения на достижение поставленных вами целей. Что касается отношений в социуме, вопросов реализации планов, карьеры и жизненных ваших целей, наступает завершение какого-то этапа в вашей жизни и начало нового. Для некоторых женщин это смена статуса в связи с рождением ребенка и выходом в декрет. Для кого-то получение закономерной награды за ваши труды, повышение по службе или карьерной лестнице, увеличение влияния, устойчивое положение, когда вас уважают. А для некоторых может быть уход со старого места работы, чтобы прийти на новое. Аналогично также может быть и завершение одного проекта, начало нового, завершение с документацией по смене социального статуса, одного и подача документов на что-то другое. Для кого-то будет актуальное действие, связанное со сменой гражданства, но в любом случае у многих из вас будет завершение периода прежнего социального статуса в связи с последующим его изменением. В сфере общения с близкими друзьями и единомышленниками, работая в сети интернет, а также в вопросах получения заработной платы, данный период предвещают активное взаимодействие с коллективами единомышленников, связанных одной целью и интересами. В вашей жизни появятся нужные, полезные и значимые для вас люди, которые будут вам помогать. Но помощь придет только при условии вашей активности. В вопросе заработка может существовать скользкая ситуация, когда вы продолжительное время не будете знать, как поступить, но ситуация будет подталкивать вас к определенному выбору. И, скорее всего, многие из вас предпочтут тайные скрытые доходы, которые вы не показываете, ну, либо не проводить официально свою заработную плату, особенно связанную с доходами в сети интернет. В плане личных переживаний, скрытых талантов и способностей, в том числе и ваших тайных врагов, многие из вас в этот период будут пересматривать свои жизненные приоритеты по причине того, что выбранный ранее жизненный путь и привычки уже исчерпали себя. Могут присутствовать размышления о событиях прошлого, либо воспоминания о прошлых обидах, а, возможно, получение информации о обстоятельствах из прошлого. Это, в свою очередь, будет толкать вас на осознание, что не следует более ожидать слишком многого или же ожидать получения чего-либо обычным и привычным для вас способом, потому что все старое рано или поздно подходит к концу. Также в некоторых случаях эта руна может говорить о наличии влияния на вас черной магии от тайного врага какого-либо, поэтому повышайте уровень своих вибраций, используйте любого рода энергетические и магические чистки. Напоминаю, что на моем канале есть практика чистка рейки, ссылка есть в описании под этим видео. И если говорить про общую энергетику этого периода, то настало время для активных действий, для развития отношений или ситуаций, а также для новых начинаний. Это такие неожиданные события и определенного рода прорыв, когда через преодоление препятствий появляются перспективы дальнейшей деятельности либо отношений. Вы полностью можете поменять свои планы, но при этом верно и правильно угадайте нужный вам момент. и тем самым только выиграете. Выпадает колесница, пришла новая энергетическая волна, и вы готовы трудиться от зари до зари. Вам может показаться, что время слишком спешит и многое не успеете осуществить. Настал момент, когда надо показать свое мастерство. Перед вами встанет трудная задача, но вы справитесь. Продолжение следует... Продолжение следует...